здравствуйте друзья тема отопления загородного дома с помощью отопительной печи как нельзя актуально и сегодня мы снова едем в гости будем устанавливать печь бахта от компании про металл в загородный дом но вы можете сказать что мы уже видели неоднократно как вы устанавливали эту печь как вы и сравнивали с другими печами покажите что-нибудь новенькое действительно сегодня мы будем прокачивать печь бахта с помощью натрубного конвектора лира давайте смотреть итак для немаленького такого дома из бруса хозяин выбрал чугунную печь бахта сама по себе она довольно мощная 12 киловатт но в доме два этажа и от печи хотелось бы взять по максимуму после просмотра ролика на нашем канале в котором мы рассказывали о натрубном конвекторе лира как об одном из способов снять дополнительное тепло и направить его на обогрев дома хозяин принял решение докупить конвектор и установить его до чугунная лира стоит почти как половина бахты но и весит тоже как половина печи да и способна выдать до 4 киловатт тепла а это согласитесь немало в долгосрочной перспективе это хорошая экономия дров и не только дров но и угля ведь при желании и необходимости печь можно топить и углем но давайте приступим к монтажу володя привет расскажи нашим зрителям что сделано и что нас ждет здравствуйте сегодня мы будем устанавливать печь бахта с натрубным конвектором лира вчера подготовили и плитку на пол сегодня будем производить монтаж обшивать стены панелями ничиха вводить дымоход через стену как видите печь после первой протопки на улице уже занесли в дом и установили для примерки сначала необходимо точно определить в каком месте будет выход дымохода через стену чтобы проделать в ней проем для проходного узла наметим вот таким нехитрым способом центр оси дымохода и уже по этому отверстию с обеих сторон стены дома будем ориентироваться и определять границы проема под проходной узел напомню нашим зрителям что элементы конструкции дома изготовленные из легковозгораемых материалов в месте прохода дымохода через стену потолочные перекрытия или кровлю обязательно должны быть хорошо термоизолированы неважно чем выходим наружу монотрубой или трубой типа сэндвич проем готов но на улице настоящая сибирская зима и при проведении внутренних работ по установке каркаса из металлического профиля для декоративных панелей пока прикроем его кстати обратите внимание внутренние стены возле печи и элементов дымохода несмотря на то что они будут зашиваться декоративными панелями также дополнительно защищаем фольгированным базальтовым картоном панели ничьиха прекрасно показали себя при использовании в качестве облицовочного материала при монтаже печи и каминов они изготовлены из композитного материала фиброцемента так что они нам идеально подходят не только по термоизоляционным свойствам но и по дизайну да и по удобству обработки тоже одним из самых удачных материалов для изготовления проходного узла является минеральная вата рукаву firebats фольгированные листы прекрасно нарезаются в размер и устанавливаются в проем в доме заканчиваем облицовку стены декоративными панелями и все готово к финальной установке печи бахта весит за сотню поэтому естественно устанавливается вдвоем но похоже надо привыкать к тому что и первый модуль дымохода в виде конвектора лира также придется монтировать вдвоем так как его масса 50 килограммов высота лиры от основания до верха чуть больше 70 сантиметров так что после него будет удобно устанавливать шибер но в нашем случае решили обойтись без него и через небольшой участок трубы установить отвод на 90 градусов а далее выйти через стену сэндвичем все соединения элементов дымохода промазываем термостойким герметиком корректируем вертикальное положение оси дымохода и через старт сэндвич подключаем горизонтальный участок трубы и выводим его наружу на данном этапе обшили стены панели миничиха установили печь установили дымоход до монтажной площадке дальше будем устанавливать монтажную площадку поднимать дымоход до отводов и ставить телескопический кронштейн а прежде закончим работы с проходным узлом внутрь него для жесткости поместили небольшой короб из огнеупорной плиты скамол или суперзол и далее заполняем этот короб минеральной ватой сверху наш проходной узел закрывается декоративная накладка из зеркальной нержавеющей стали щель вокруг трубы закрывается фланцем для удобства монтажа первый вертикальный участок трубы который пойдет снаружи вдоль стены собрали еще на земле конструкция состоит из тройника сэндвич трубы и надетой на нее монтажной площадке монтажная площадка будет фиксировать дымоход и переносить всю нагрузку на стену дома к стене она будет крепиться настенными опорами далее с помощью двух отводов и полуметрового сэндвича мы отводим ось дымохода от стены из-за выступающего свеса кровли телескопическим стеновым кронштейном мы крепим следующий модуль трубы к стене он будет фиксировать дымоход вертикальном положении пока в доме наводят красоту снаружи нарастили дымоход надели на него оголовок с зонтиком и установили заглушку на сэндвич тройник о том как устанавливаются и из чего изготавливаются кровельные распорки мы уже рассказывали в одном из наших роликов давайте лучше проверим как работает печь так сегодня закончили монтаж печи бахта с натрубным конвектором лира дымоход смонтирован через стену как всегда без трудностей печь протопили нас все устраивает итак печь бахта заняла свое место на нее установлен натрубный конвектор лира от компании про металл вместе эта композиция смотрится завершенной очень органично первая протопка показала что печь работает прекрасно от конвектора идет тепло вполне ожидаемо и хозяин дома уверен что в его доме теперь всегда будет тепло но конвектор лира может быть установлен не только на печь бахта напишите нам в комментариях какую печь в качестве основы для этого конвектора вы видите ну и конечно же ждем вас гости магазинах фарнак с городе новосибирске и на сайте fornax.ru теплых вам вечеров и до новых встреч друзья счастливо